Добрый вечер! Мужчина, который должен стать ее мужем, допустим. Я считаю, надо реально относиться. Полезные советы начинающим женщинам. А вы, по-моему, излишне как-то настроены на юмористический лад. Если вы хотите выбрать себе мужа, с которым вам в жизни было бы легко, запомните самые выгодные мужчины маленького роста. Что вы хихикаете? Вы еще не знаете о чем. Во-первых, на нем можно сэкономить, покупая одежду в детском мире. Раз. О, женщины радуются. Я не могу. Старую одежду за ним могут донашивать дети. Более того, если ваш муж маленького роста, дети не будут просить братика. Одни женщины хохочут. Мужки напряглись, вообще, честно говоря. С маленькими мужчинами комфортно путешествовать. В поездах они умещаются на любой полке. Не жалуются, что коротко одеяло. В гостинице вообще не дадут одеяло. Наволочкой можно накрыть. У них много достоинств. Маленькие чаще остаются в живых на войне. В них труднее попасть. Дома маленький мужчина может заменить любое домашнее животное. Его приятно погладить. При этом он не линяет. Они не испытывают кластрофобии в автомобиле АК. АК им не жмет. В маршрутку они всегда входят с высоко поднятой головой. А если в маршрутке на своего маленького мужа вы наденете детскую шапочку и рукавички, вам уступят место. Слово маленький мужчина очень выгоден в эксплуатации. Выгоднее маленького, только маленький и толстенький. Это супер. Во-первых, вечно мечтаю похудеть. Полные много не едят. Любят сладкое, значит добрые. После любой ссоры не надо бить сервизы, тарелки. Дал киндер сюрприз, он успокоился. Полные мужчины остаются чаще верными. Они не бегают за каждой юбкой, у них отбега дышка. Наконец, полный мужчины, вы не будете замечать своих морщин и седых волос, потому что в компании с толстяком время летит незаметно. Так что помните маленького, толстенького, и еще желательно, чтобы он был лысенький. Такие особенно экономные. Им не нужны расчески, шампуни, плавательные шапочки не нужны. Они гораздо спокойнее волосатых, никогда не нервничают, что растрепаны. Такой, да? Перед выходом в свет им не надо долго сушить голову феном. Вообще можно не сушить. Протер тряпочкой. Лучше с вазелином. Весь вечер будет блестяще выглядеть. А если вы забыли дома зеркальце, вы можете посмотреться в него. Сверху. Лысому не сядет на голову начальник, он будет с него соскальзывать. Лысые замечательные отцы могут детям на ночь не только рассказать сказку о колобке. Вам даже договаривать не надо уже. Да, правильно подсказывать. И показать могут колобка, да. Наконец, над лысым мужчиной можно весело пошутить 1 апреля, написав у него на лысине маркером, здесь могла быть ваша реклама. Так что хотите быть счастливой, и чтобы муж был верен вам, и чтобы на него не посягала ваша лучшая подруга, выбирайте маленького, лысенького, толстенького и старенького. Только чтобы он был бедненький. Такой вас будет уважать, лелеять и, глядя на вас, молодую, стройную, красивую, на ночь искренне с любовью напевать твои года, мое богатство. Удивительные люди. Зато мы хвастаемся, мы крепки задним умом. Где у тебя этот ум находится, можешь мне объяснить? Ты сам понимаешь, что ты говоришь? Удивительные люди. Только нашему человеку легче пойти на митинг, чем донести мусор до урны. Только наш может хранить 20 лет у себя дома хрустальный сервиз и ни разу им не воспользоваться. Только наш человек оставляет после ужина на тарелке последний кусочек колбасы, чтобы не мыть тарелку. Только наш человек может 40 лет собираться с утра начать бегать. О, все такие, да. И еще учить английский до конца жизни. Только у нас, матери, будет детей, чтобы уложить их спать. Только наш папа покупает сразу два компьютера. Один для ребенка, чтобы он учился. Другой для его классно-руководительницы, чтобы ребенок хорошо учился. Только наши дети, когда объявляют, что из-за мороза опасного за 30 градусов школы отменяется, радостные берут санки. Только наш человек может устроить трехчасовую уборку кладовки, заглянув туда только для того, чтобы взять луковицу. Только наш может просидеть 10 часов за компьютером, просто зайдя проверить почту. Только наш человек имеет самую плохую фотографию в паспорте, а самую удачную в ВКонтакте. Только наш человек, когда не может найти в квартире свои носки, сожалеет о том, что на них нельзя позвонить. Только у наших пожарных есть план. Только наш может украсть в супермаркете плавленый сырок, а потом написать жалобу, что сырок оказался просроченный. Только наш, делая ремонт выходные утром, чтобы соседям не мешал звук дрели и перфоратора, на полную мощность включает музыку. Только наш может поблагодарить жену за вкусные макароны по-флотски и получить от нее за это в ухо, потому что это была паста карбонара. Только наш может отравиться вечером паленой водкой, а утром опохмелиться паленой водкой, потому что ему было плохо от паленой водки. Только у наших большинство отравлений начинается с фразы «Да че ему будет в холодильнике?» Только наш, после того, как отключили свет во всем районе, долго еще ходит и тыкает во все выключатели. Проверяет, может, хоть в одном свет остался. Только наши женщины, когда на телевизионном пульте садятся батарейки, сильнее нажимают на кнопки. И с ним помогает, выбрасывает руку вперед, вот так вот с криком. Но! Понукает телевизором. Только наш человек, когда пьет чай, обязательно придержит большим пальцем чайную ложку, чтобы она не мешала пить чай. Потому что только наш человек может оставлять ложку в чае, чтобы ее можно было придерживать большим пальцем, чтобы она не мешала пить чай. Только у нас звонят в домофон на вопрос, кто там, отвечают, это я. И ему открывают. Только у нас начальник конной полиции мог попасться на махинациях с бензином. Только у нас в зоопарке могла появиться такая надпись «Зона пингвинов». Не стучите, не кричите. Они вас видят и слышат, просто они вас ненавидят. Только у наших людей в каждом доме, у каждого, у каждого есть полиэтиленовый пакет, в котором хранятся полиэтиленовые пакеты. Только наши водители ругаются и спорят с GPS-навигатором. «Ты, фуфло китайское, не мог раньше сказать, поворачивать надо?» Только у нас, если женщина в толпе, в толпе крикнет «Эй, ты козел!» Ага, обернутся все! Чтобы вызвать у вас все-таки чувство гордости за нас. Расскажу случай и требую испытать чувство гордости. Все-таки мы еще не упакованы, нас не отцифруешь. Я когда-то говорил эту фразу. В Испании два номера было рядом. Немцы жили и наши. Готовьтесь, готовьтесь. В 6 утра дети у наших начали орать, кричать, поливать из огнетушителей друг друга. В общем, счастье наступило в 6 утра. Немцы не выдержали, стучат нашим и говорят, в 6 утра спать надо. Я требую испытать чувство гордости. Наши им ответили так, как никто не ответит. Немцам, а вы вообще глохнете. Сейчас, сейчас, сейчас. Готовы? Вы на нас вообще в 4 утра напали. АПЛОДИСМЕНТЫ Такой лирический рассказ о современной счастливой любви. Мы с женой живем хорошо. Я бы даже сказал круче. Мы живем стильно, по-современному. Недавно купили новую стильную плазменную панель. Крутую-крутую. 3D. Выполнена по современнейшим технологиям со всеми наворотами. Мне иногда кажется, что она даже не 3D, а 7D. И еще 5G и 4 ее ПРСТ. Ну, правда, эта панель такая современная и чистительная, что реагирует на любую непогоду. Вот если за окном дождь, она рябит. Если гроза усилит звук грома так, что у тех, кто ее смотрит, из зубов выпадают пломбы. А если в ТВ-тарелку, которая на балконе кто-то из соседей бросит окурок, а они так любят это делать. Картинка на экране распадается на множество квадратиков. Как будто картину Пикассо периода кубизма держит в руках больной Паркинсоном. Но нас с женой это не расстраивает. Ведь все, кто приходит к нам в гости, завидуют нашей панели. Они не знают, и мы им не говорим, что ее можно смотреть только в ясную безоблачную погоду. Таких дней у нас в году 5 или 6. Зато в эти редкие моменты мы тащимся от того, какая у нее сверхчеткость. Современному можно разглядеть все морщинки на лицах актеров. Замазаны прыщики. Посчитать поры на лицах, волосы в ушах. А у голливудских монстров в ноздрях даже увидеть козявки. Ой, а молодежь нравится так, эта четкость. Ой, козявки. Смотри, смотри, 8 волосинок видно у нее. А еще гости завидуют нашей стильной машине Toyota Lexus. Ну, правда, на ней нельзя ездить. Она была несколько раз разбита. Мы ее купили по дешевке у дальневосточных рыбаков. И в ее салоне до сих пор так воняет рыбой, как будто рыбаки прямо в ней потрошили китов. Поэтому мы показываем гостям лишь фотографию нашей машины, которая стоит в нашем гараже, до которого надо ехать на электричке с тремя пересадками. И они завидуют, завидуют тому, как мы современно живем. Они завидуют даже нашему компу. Он у нас, тому, какой он у нас четырехъядерный. У-у-у, они не знают. И мы им не говорим, что интернет у нас подключен через телефонную связь. О, знают, да, да. Поэтому скорость соображалки процессора как у эстонца больного от атеросклероза. Но все равно я с гордостью, с гордостью рассказываю гостям о своей страничке ВКонтакте. О том, что у меня там более трехсот друзей. Правда, двести из них я не знаю. Остальных и знать не хочу. После того, как они под мои записи сегодня я разбил машину, поставили свои лайки. Дом стильный. Гости называют наш дом умный дом. И завидуют даже нашим умным итальянским дизайнерским выключателям. О, они срабатывают на хлопок. Но их ставили гастарвайтеры из Средней Азии. Причем из очень Средней Азии. Как-то они так подключили, и теперь эти выключатели отзываются на кашель и на чих. Поперхнулся, свет включился. Подавился, выключился. Поэтому мы стараемся больных, чихающих гостей к себе не приглашать. А когда чихаем сами, предварительно обматываем голову полотенцем. Или засовываем в рот кляп. Завидуют, завидуют гости нашей квартире, дизайнерской кухни. Она очень стильная. И мы с удовольствием рассказываем им о современнейших кухонных наворотах и, как теперь говорят, опшенсах. У нас на кухне есть даже кулер, пурифайер и дистурбатор. Вот, правда, мы не знаем, что это такое. Мы их купили, потому что нам дали на них скидку 98%. Их вынес нам сторож с таможенного склада. Он же выписал на эти агрегаты личную гарантию на своем рецепте, который ему выписал врач-психиатр. И холодильник у нас супердизайнерский. Ого, на дверце калаш из картин Дали и Босха. Мы, конечно, скрываем от гостей, что по ночам холодильник ни с того ни сего начинает дрожать, фыркать, рычать, иногда подпрыгивает. И однажды ночью прискакал к нам в спальню. Представляете, что с нами было? Мы спим, а к нам, рыча, врывается калаш из картин Дали и Босха. Конечно, всех впечатляет наш стильный антикварный будильник. Как сказал нам сторож, который вынес его со склада, о, этим будильником пользовался сам Будда. Когда один из гостей узнал стоимость будильника, сказал, что за такие деньги он бы сам мог быть Будда и приезжать к нам будить по утрам. И, конечно, в спальне всех восхищает итальянская брендовая мебель. Очень дизайнерская. Женщины все без исключения восхищаются. О, если бы у меня была такая кровать, видимо, у них рождаются эротические фантазии. Они не знают, что кровать собрана белорусами в Польше из армянского гипсокартона. Поэтому лежать на ней надо очень осторожно и стараться не шевелиться. Впрочем, мы давно женаты. Странно, что дальние ряды молодежные реагируют на это. А еще мы приводим гостей в нашу дизайнерскую ванну. Плитку в ней клеили молдаване. Поэтому мы ее называем меж собой молдаванная. Да, и вам так надо это называть. Краны душевые насадки выполнены по современнейшим нанотехнологиям. Они насыщают воду ионами, электронами и пемизонами. Да, пемизонами. Потоки которых, как сказано в инструкции, увеличивают потенцию и размер груди. Правда, в инструкции не уточняется, чьей груди. И за три года потенция увеличилась почему-то у моей жены, а у меня, к сожалению, только грудь. И опять все женщины без исключения вскрики. Ох, если бы у меня была такая ванна, я бы мылась не каждый день. Как будто они моются не каждый день. Слава Богу, они не знают, что мыться в ней надо очень осторожно. Душевая насадка на носитечку постоянно слетает и бьет по голове. Бьет вместе с пемизонами. Так, бряк, бряк. Можно пемизоны считать. Бряк, пемизон ударил. Поэтому, когда принимаешь душ, надо ситечко придерживать рукой. Потому что, если насадка слетит, шланг вырвется и начинает метаться по нашей дизайнерской ванной. За ним надо бегать. Бегаешь, материшься, а он тебя поливает. Однажды я спросил жену, ты зачем материшься на шланг? А она говорит, он первый начал. У нас классная ванна. Джакузи. 68 форсунок. Правда, когда ее включаешь, джакузи, из этих форсунок летит ржавчина, грязь и комары. И на всю квартиру такая вонь, что джакузи можно принимать только в противогазе. Но гости не знают. Женщинам немедленно хочется залезть в нашу ванну. Мы им не говорим, что антикварная пробка времен Екатерины Второй. Антикварная пробка. Ну, просто она меньше в два раза по размеру, чем сливное отверстие в ванне. Поэтому, когда принимаешь ванну, отверстие надо затыкать пяткой аккуратно. Или садиться на него. Засасывает конкретно. Вообще, на ягодице синяк остается. Ну и, конечно, наибольшее умиление вызывает наша дочь, младшая. Все гости отмечают, какая она у нас скромная, тактичная. Мы им не говорим, что просто она у нас Эмма. А молчит при людях, потому что мы ей строго-настрого запрещаем при комнате открывать рот. Ведь если она заговорит, то все увидят, что она не только Эмма, но и тьму. А еще наша старшая дочь ходит в элитный детский сад. Она научилась читать и писать. Хотя работает там воспитательницей уже более пяти лет. И, конечно, мы хвастаемся перед гостями-аттестатом нашей младшей дочери, как она блестяще закончила школу. Но при этом не признаемся, как дорого нам этот аттестат обошелся. Зато мы получили классный диплом. Да, несмотря на то, что во время выпускных экзаменов дочь ответила, что фильм «Броненосец Потемкин» снял из Энхаура, повести Белкина написал Белкин, «Бетховен – это собака?» Да, она так и сказала, «Это собака». А поэтесса? Она так и сказала, «Поэтесса – это самка поэта». А когда она учила английский и спросила меня, что означает «I don't know», я, естественно, ответил «я не знаю». Она даже расплакалась. Говорит, «Кого не спросишь, блин, никто не знает». Но, несмотря на все эти недоразумения, мы с женой живем хорошо. Все наши знакомые умиляются, когда мы рассказываем, какие друг другу дарим подарки. Да, правда, мы не рассказываем, что эти подарки мы дарим друг другу в одноклассниках. И, конечно, гости завидуют тому, какие наши отношения ласковые и нежные. И тому, как мы до сих пор целуемся. Они не знают, что мы уже давно обнимаемся и целуемся только на людях. Может, поэтому нам так и нравится, когда к нам приходит гость. И мы будем вместе еще много-много лет, пока погашение ипотеки нас не разлучит. Женщина. Нет, так, надо во множественном числе. Женщины – это наша слабость. Дети – наша радость. Но пять минут расслабишься, потом всю жизнь радуешься. Мне главное, знаете, нравится, почему я паузу сделал? Я слушал, кто больше смеется, женщины или мужчины в этот момент. Что вы думаете? Женщины хохочут больше. Мужики в задумчивость впадают, а женщины хохочут. А знаете над чем? Не над смыслом. Им пять минут нравится вот это слово. О, опять женщины отреагировали. Это жена говорит мужу, знаешь, милый, мне тебя не хватает. Он подумал, переспрашивает, для полного счастья или для ровного счета? Философия – такая фраза сложноватая. А знаете вы, что для многих мужчин верность – это способность изменять только одной женщине – жене. А тут задумался зал. Вот так вот. Правильно, надо задумываться на юмористических вечерах. Две подруги разговаривают. Вот одна из них говорит, ты знаешь, я немедленно вернусь к своему мужу. Она говорит, почему? Не могу больше смотреть на его счастливую рожу. Философизм. Ложь жене – это безнравственность. Ложь клиентам, коллегам, покупателям – это мошенничество. Ложь всему народу – политика. Я так люблю иногда, порой, когда люди просто аплодируют, не смеясь, это значит, что они согласны. Это тогда митинг уже у нас с вами, а не юмористический вечер. Российский чиновник идет мимо новогоднего базарчика. Продавец чиновнику, не желаете купить варежки? Чиновник, зачем они мне? Продавец, греть руки? У меня для этого есть госбюджет. Нужны новые приметы в наше время. Многие народные приметы, конечно, устарели. Вот знаете ли вы, это женщины, это для вас особенно примета, ее вам надо знать. Вы, кстати, женщины, вот я вас так люблю, вот вас когда в зале много, обязательно реакция возникнет. Мужики все равно сидят с недоверием первое время. Во-первых, их многих привели, жены, на концерт сказали, кончай бухать, пойдем, концерт долгий. Тестеры. Слышите, опять женский смех, да? Потому что точно так и было. Я вообще, чтобы вы знали, я не придумываю ничего, я формулирую то, что думают многие, но они не знают, что они так думают. Примета современная. Женщины, запоминайте, если жена, если жена стала слишком часто учить своего мужа, как жить, это значит, она начала его готовить к новой жене. Ни одного мужского смеха не было. Ни одного. Все, мужики, для вас фраза. Женщины не надо, не слушайте. Знаете ли вы, дорогие мужчины, что алкоголь – это жидкость для снятия женщин? Ребята, вот вы там в конце, вот с вами надо ездить выступать, вы поддерживаете зал. Я не могу оплатить так много соображающих людей. Еще одна примета. Если вам в баре улыбнулась девушка, значит, у нее нет денег. Вот включились опять. А если вы ей улыбнулись в ответ, вот для согрева, я это и говорю. Смотрите, согрелись уже. Даже договаривать не надо, что значит, у вас деньги есть. Ну, это попроще фразы, это каждый поймет. Знаете ли вы, что такое достаток в семье? Это когда прибыль быстрее жены. Примета. Если у вас умные глаза, умные глаза и глупая улыбка, значит, вас сфотографируют на паспорт. А если вам, мужики, после вечеринки всю ночь снится медуза, значит, вы уснули лицом в холодец. А если вы чувствуете себя не в своей тарелке, значит, вы уснули в чужом салате. А если вас, это всех касается, если вас обрызгала машина до пояса, не спешите расстраиваться. Посмотрите вокруг. Может, кого-нибудь? Нормально, договаривать не надо. Правильно, обрызгала с ног до головы. Мне подсказывают уже. Хорошо, ребят. А еще очень интересные советы, как бороться с бессонницей. Вот это тоже только в России есть такие бабушкины советы, там, я не знаю, очумелые ручки. Значит, у многих есть бессонница. Вот запоминайте. Для улучшения сна надо применить следующие методы. Лягте в постель. Дельно. Когда согреетесь, встаньте. Закройте постель одеялом, чтобы она не остыла. Интригует каждая фраза. Наденьте носки и в одних носках выйдите на балкон. Походите по балкону, пока не остудитесь. То есть, может, он и заснет, но воспаление легких это неминуемо на утро. Когда согреетесь, заснете. Если с первого раза не получится, снова встаньте, наденьте носки, погуляйте по балкону и попойте, чтобы успокоить. Представляете, ночью мужик голый в носках и еще поет. Ему как раз вот это петь надо, чтобы веселую песню на привале вот это вражеская пуля, чтобы его достало. Советы для мужчин. Такая книжка. Сейчас, я прошу вас, не смейтесь, это впору заплакать. И у меня слезы потекли, когда я это прочитал. Ну, интимная тема. Ну, люди взрослые. Да и вообще, после того, что по молодежным передачам говорят, это так, сказка о Золушке. После совершения интимного акта с женой вы должны позволить ей пойти в ванную, но следовать за ней не надо. Дайте ей побыть одной. Возможно, она захочет поплакать. Девчонки обрадовались. Ну, правда, грустная совета. Объяснительная записка. Я прогулял 10 дней ввиду пьянки. Остальные 8 безуважительных притч. Вообще, такое ощущение, что в нашей стране живешь в сплошном первом апреле. Все время ощущение, что тебя разыгрывают. Автобус. В салоне написано 40 мест для сиденья. И 40 человек могут ехать стоя. Точка. Максимальная загрузка 150 человек. Как это может быть? Объявление на двери военкомата. Призывникам обязательно иметь при себе паспорт, военный билет, полный мочевой пузырь. В магазин мебели на диване для молодоженов написано суммарная масса супругов кто их взвешивает разума. Суммарная масса супругов не должна превышать 40 килограмм. Это что за выкидыши пигмеев должны быть? На грузовике написано мусор в скобках вывезу-привезу. Вот это. Я говорю сплошной розыгрыш а не жизнь. Детский сад прием детей строго до 8.30 опоздавшие не принимаются. Дальше. Супер. Убедительная просьба через забор детей не перекидывают. Вот по стране есть смысл ездить. Записная книжка пополняется потрясающими наблюдениями. Выхожу на балкон в Хабаровске посмотреть так утро интересно песочницы играют три малышки совсем ну неизвестно сколько ну раз играются в песочнице и напевают я думаю что-то знакомое прислужил мурку. Я не успел обомлеть подошли два полубомжа сели наливают пьют эти мурку напевают вообще идиллия и бомжи тоже прислуживают и подпевать начали. Идиллия нашего народа такая. Вот друзья мои в Чите кафе написано у нас кафе комфортабельный туалет. в скобках окунись мир прекрасного. Участники передачи розыгрыш все женщина мне пишет да право я вообще убеждаю все больше что вы в концертах говорите правду. Вот говорит расскажу вам что произошло со мной. Я на своем джипе подъехала и припарковалась рядом с инкассаторским джипом. Я никогда пишет она больше этого делать не буду. ну изначально глупость рядом с инкассаторами ну даже не то что вы думаете произошло она не успела выйти из машины как вдруг из магазина из этого большого выходит инкассатор мешком вперед естественно ничего не видит и в ее машину мешком вперед залезает вот так говорит поехали так говорит куда когда он услышал женский голос он убрал мешок смотрит баба сидит говорит ой извините я не в ту машину в лес так перепугался что выскочил а мешок оставил эта страна не может жить хорошо потом вернулся говорит простите я заберу я тут кое-что оставил сказал а потом удивляемся почему у нас такие беды в стране происходят надпись в греческом аквапарке на крите на русском языке это не туалет а будка сторожа вы представляете как русские его достали по полной программе ну женская логика это вот если две женщины при мне разговаривают я обязательно краем уха прислушаюсь интересно или нет часто бывает интересно ну это это вот актерски надо играть я не актер продавщица и покупательница покупательница говорит спрашивает скажите у продавщицы скажите а колбаса вот кремлевская она вот она вот 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 какая и рукой показывает вопрос какая она так говорит ну такая знаете а она не та самая так нет как они понимают друг друга в аптеке посетительница в хабаровске спрашивает у аптекарши 30 таблеток у меня от высокого давления и 30 лейкопластырей все замолчали в аптеке сразу интрига продавщица в аптеке зачем вам столько лейкопластырей она говорит когда я выпиваю таблетку от давления у меня каждый раз голова кружится и я хлопаю с головой об пол тоже письмо тоже письмо получил вы правильно про нас женщин пишите знаете со мной был такой случай когда я вспомнил о вас я полезла мыть окна у нас седьмой этаж я встал на подоконник и вдруг вспомнил что на мне рваные колготки думаю я сейчас если вдруг упаду разобьюсь насмерть приедет скорая а у меня рваные колготки я слезла поменяла колготки и спокойно дамыла окна мужская логика тоже бывает интересная это уже письмо от женщины вот вы все время смеетесь над женщинами даю вам повод рассказать про моего мужа он помылся в душе и аккуратненько натягивает на себя вечером старые носки то есть не старые а ношеные носки вот я им говорю а почему ты новые не надеваешь почему ты чистые не надеваешь она говорит зайка я подумал что если я переодену белье носки ты подумаешь что я к любовнице собрался это комментировать даже невозможно часто что-то наши люди делают такое что вообще неизвестно как комментировать вот продавщица пишет хотела поспать продавщица в ларьке а все время спрашивают водку я написала закрыла окошко написала водки нет зря я это сделала я вообще спать не могла все стучатся спрашивают почему нет водки дверь гастронома на дверях дверями не трахать в платном туалете на Сахалине в аэропорту ну это загадка надпись очень плавно поднимайте клапан а то будет как вчера чего вчера было ощущение что цунами из унитаза вынырнуло просто очень мало кто знает что вообще я в жизни писал рассказы о любви ну немножко с юмором но не эстрадные в которых я не проявлялся как как злокачественный сатирик вот так скажем и вот один из таких рассказов метро люди сидят в воскресный вечер такое довольно хорошее у всех настроение и она разбудила его он спал у нее на плечи вот так вот и говорит слышь автозаводская давай приходи в себя он поднял голову так немножко очнулся пришел в себя говорит приехали уже давай давай вставай пошли и вдруг он посмотрел на нее говорит слушай ну че слушай а может ну че может а может до Каховской рванем что это вдруг удивилась она ну так просто но можем один раз в жизни поехать до Каховской зачем не поняла она ну как зачем столько лет здесь живем а никогда до Каховской не ездить ну знаешь возмутилась она то что завтра рано вставать ты об этом не думаешь да черт с ним завелся он подумаешь ну не проснешься разок вовремя или опоздаешь на работу а то вовсе не пойдешь согласись молодые ведь ну молодые ну неужели не можем себе вот так плюнуть на все из бухты барахты до Каховской у него глаза загорелись как будто он сейчас запоет Каховка Каховка она немного подумала потом сказала не не лучше в другой раз вот мне надо кое-что приготовить на завтра рубашку тебе простирнуть вон капнул чем-то нехорошо завтра на работу в такой идти а насчет Каховской ты знаешь мы с тобой как-нибудь в другой раз вот посвободнее будем заранее договоримся и рванем давай брось разошелся он поехали сегодня подумай жизнь уходит а мы ничего не видим так в старости вспомнить нечего будет а сейчас представляешь поезд говорят за Автозаводской на землю выходит по ночной Москве там Варшавская за ней Каховская небо видно из метро ты видела небо из метро поехали уговорил сказала она действительно бог с ним молодые можно и до Каховской но в это время поезд остановился и женский магнитофон и голос объявил Автозаводская поезд дальше не пойдет просьба освободить вагоны они вместе со всеми вышли из вагона и пошли к остановке автобуса не судьба значит вздохнула ничего в другой раз как-нибудь посвободнее будем и рванем начала она утешать его и до Каховской рванем и в сквер за дорогой как-нибудь сходим да я особо не расстраиваюсь сказал он в конце концов и так день хорошо прошел ЦСКА выиграл два гола оба негры наши русские забили офицер российской армии а завтра на работу с таким пятном и впрямь нехорошо вставать рано ну в общем знаешь правильно что сдержались но в другой раз точно да на все плюнем и рванем правда ответила она и несчастливые тем что когда-нибудь совершат удивительное путешествие поспешили домой да у нас логика женская преобладает только наша кстати женщина на вопрос чай будешь с сахаром или без отвечает скорее да чем нет это как можно понимать душою понимать надо и не надо даже мозг пытаться включать только наша женщина придя в магазин два вопроса в одном задает сразу сколько эта вещь стоит и почему так дорого это эмоциональное мышление моя знакомая купила мясорубку и попросила мужа показать как работает мясорубка на пальцах а русские женщины которые учатся водить машину на нормальный логичный вопрос что означает сплошная полоса на дороге отвечать правильно запрещено тогда задается следующий вопрос а зачем две полосы тогда это строго запрещено это такая это то есть то вообще это это только у русских есть три стадии запрещения запрещено но строго запрещено и категорически запрещено это же эмоциональная форма выражения запрета в этом логике нет то есть запрещено это вообще это так совет дурной кто-то дал вообще даже не надо обращать внимание строго запрещено вот это вот это надо обратить внимание что-то там интересное значит есть надо пойти заглянуть категорически запрещено обязательно надо пойти посмотреть потому что это можно только тому кто запрещал это все спасибо 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 Продолжение следует...